Субтитры делал DimaTorzok Мы знали, что война — это смерть, которая унесет миллионы человеческих жизней. Мы знали, что война — это разрушение, несчастье, горе. Но в тот далекий первый день мы даже и представить себе не могли всего, что принесет нам эта война. Мы еще не знали бомбежек, не знали, что такое щели, бомбоубежище, а скоро нам самим пришлось их устраивать. Мы еще не слышали свисты и разрывы фугасных бомб. Мы не знали, что от воздушной волны в дребезги разбиваются оконные стекла. Мы не знали, что такое эвакуация эшелоны, переполненные детьми. Эшелоны, которые враг спокойно и методично расстреливает самолета. Мы еще ничего не слышали о сожженных дотлоселах и разрушенных городах. Мы не знали о виселицах, пытках, муках, страшных рвах и ярах, где находят могилу десятки тысяч людей. Женщины, больные, глубокие старики, младенцы на руках у матерей. Мы ничего не знали о душегубках, о сетках из человеческих волос, о переплетах из человеческой кожи. Мы еще очень многого не знали. Мы привыкли уважать человеческое в человеке, любить детей, видеть в них свое будущее. Мы еще не знали, что звери, по виду неотличимые от людей, могут бросить грудного ребенка в огонь. Мы не знали, сколько времени продлится эта война. Да, мы еще многого тогда не знали. Мы не знали Шуру на Новодевичьем кладбище. Напротив Зойной могилы вырос новый могильный холм. В смерти, как и в жизни, они снова были вместе. Это было за четыре дня до победы. А 9 мая я стояла у своего окна и смотрела, как текла мимо людская река. Шли дети и взрослые, все, как одна семья, ликующие, счастливые. День был такой яркий, такой солнечный. Мои дети уже никогда не увидят ни голубого неба, ни цветов. Они никогда больше не встретят весну. Они отдали свою жизнь за других детей, за тех, что шли в этот долгожданный час мимо меня. Любовь Тимофеевна находила в себе силы верить в лучшее, в будущее. И так искренне радовалась общей победе. Значит, и нам стоит верить в лучшее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!